Здравствуйте! С вами программа «Научная среда». Меня зовут Сергей Толмачев. Сегодня говорим о самых разных темах – от космических процессов до ваших домашних любимцев. Наступила астрономическая весна. Солнце пересекло экватор, и день в северном полушарии становится длиннее ночи. Мы отправились в планетарий, чтобы выяснить, по какой линии теперь проходит терминатор, во сколько в Новосибирске наступает реальный полдень и как светило влияет на телевизионный сигнал. Всем здравствуйте! Я вас поздравляю с началом астрономической весны. Так сегодня поздравляют друг друга астрономы всего мира. Земля наконец-то докрутилась до того момента, когда полушария меняются временами года. В Австралии наступает осень, в Сибири – весна. Это означает, что наступает новый астрономический год, потому что Солнце, координаты у него по нулям, а потом Солнце перемещается в один градус примерно за сутки, и день прибавляется все больше и больше, вплоть до летнего солнцестояния. Смена года на нескольких планетах Солнечной системы. Тех, чья ось повернута к светилу, в случае с Землей на 24 градуса. А вот ось Венеры параллельна нашей звезде, поэтому там ни лето, ни зимы не бывает. Равноденствие – особенное время для провайдеров интернета и связи. На орбите огромное количество спутников, большинство из них на солнечных батареях. И примерно в течение недели неизбежно придется менять режим работы аппаратов. Геостационарный спутник называется так, потому что он постоянно висит над одной и той же точкой планеты, вращается со скоростью Земли 23 часа 56 минут. Такова продолжительность звездных суток. Но именно сейчас Солнце светит прямо на экватор, и возникает такое явление, как засветка спутников. Поэтому они корректируют свою орбиту для того, чтобы мы получали хороший телевизионный сигнал. Небесный экватор разделен на 12 частей. Мы знаем их по знаком Зодиака. Но астрология появилась 4000 лет назад. И за это время процессы во Вселенной уже сдвинули этот круг. Так что по астрономическому времени в ближайшие недели земляне будут пребывать в созвездии Рыб, а не Овна. Произошло такое явление, как прецессия. И точка гамма движется навстречу Солнцу, и она перешла из созвездия Овна в созвездие Рыб. И сейчас находится в созвездии Рыб. Через столетия примерно, чуть меньше, точка гамма перейдет в следующее созвездие Водолея. Это уже астрологи говорили про эрубород Водолей. Сегодня терминатор, так называется линия между темной и освещенной поверхностью планеты, проходит строго через оба полюса. А вот в Новосибирске полночь наступила примерно в половине второго. Время, по которому мы живем, расходится с астрономическим на полтора часа. И не только в период равноденствия. А на ближайшей к Солнцу планете, Меркурия, есть хоть и совсем небольшие, но собственные запасы воды, предположили американские астрономы. Наша звезда близко к Меркурию, и там очень жарко, 400 градусов по Цельсию. Но это на экваторе, а на полюсах постоянная тень. Под действием солнечного ветра протоны реагируют с оксидами металлов на поверхности. В результате образуются гидроксильные группы OH. И вот уже они могут превращаться в полноценную H2O. Математическое моделирование показало, что за 3 миллиона лет в приполярных кратерах планеты могло накопиться больше тонны такой воды. На Земле главная забота ученых в ближайшие месяцы – создание эффективной локцины против COVID-19. Испытания начались в разных странах мира. Возможно ли в короткие сроки разработать действенный препарат, и сколько времени для этого нужно? Обо всем этом доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов. Ни одной полноценной публикации о том, что вот эти антивич-препараты в Китае очень эффективны, или о том, что эффективен вот этот препарат ремдисивир, который против вируса Эбола предполагалось использовать, этого пока нет. И лечение пока в основном симптоматическое. Но испытывается порядка 30 разных препаратов, причем в самых разных странах. Надо сказать, что основания для их испытаний есть, потому что для коронавируса важное значение имеет ингибирование фермента протеазы. Такие ингибиторы разработаны для вирусов иммунодефицита человека, для вируса гепатита С. И вот именно эти препараты, которые уже разрешены в мире для применения на других инфекциях, сейчас и испытываются против коронавируса. Некоторые работы новосибирских биологов уже сейчас можно считать почти фантастикой. Как иначе назвать то, что они научились восстанавливать ДНК, поврежденную после смерти человека? Нет, речь не идет о воскрешении, но эти открытия способны произвести революцию в работе судмедэкспертов, палеонтологов и даже онкологов. Как работает система, изучила Арина Штоколова. Все мы знаем о пользе белка. Например, профессиональные спортсмены принимают вот такой протеин, чтобы мышцы росли лучше. А вот в этой пробирке уже белковый коктейль для серьезных ученых. Этот состав способен восстановить даже самую поврежденную ДНК. Уникальной смеси белков восстановители дали довольно романтичное название – «берфекта». В нем отсылка к английскому «перфект», что в переводе означает «совершенный» и чисто научная суть разработки. Аббревиатура «бер» обозначает эксцизионную репарацию основания ДНК. Состав способен находить в ней поврежденные участки и достраивать их до первоначального состояния. Когда у нас повреждена ДНК, практически всегда она повреждена только в одной цепочке. Другая остается неповрежденной и может использоваться в качестве носительной информации для того, что туда нужно вставить. У нас есть белки, которые узнают отдельные виды поврежденных нуклеотидов, их откусывают из ДНК, удаляют. Есть белки, которые вставляют в это место неповрежденный нуклеотид. И есть белки, которые зашивают оставшиеся маленькие дырочки. Эту технологию начали разрабатывать еще 10 лет назад в Институте химической биологии и фундаментальной медицины. Сначала ученые сформировали перечень отдельных ингредиентов, а затем перешли к использованию белкового коктейля для различных целей. В первую очередь их работа может помочь субмедэкспертам и палеогенетикам. Ведь после смерти организма ДНК неизбежно разрушается. И смесь способна восстановить ее, чтобы, к примеру, определить личность человека. То есть и множество других направлений, где можно использовать новосибирскую разработку. Область препарации ДНК, она огромна. И перспектив, соответственно, очень много. От каким бы то ни было способом излечения рака, как говорил Дмитрий Яковлевич, до крема, который поможет сохранить молодость и анализа постмортальной ДНК. Пока ученые находятся на стадии фундаментальных исследований. Они убеждены, впереди много открытий и свойства белкового коктейля можно изучать годами. Главное, чтобы результаты их работы научились применять на практике. Коллектив ученых из разных городов Сибири впервые исследовал зависимость здоровья якутских лошадей от их сезонного питания. Эти животные приспособлены к суровым и длинным зимам. И вот теперь понятно, за счет чего. Исследователи изучили их рацион. Кострец безосный содержит незаменимую кислоту, альфа-линоленовую. Она помогает растению выжить при минусовых температурах. Это полезное соединение от злаков переходит к животным и накапливается в их жире. Многие млекопитающие, в том числе человек, не способны сами синтезировать эти кислоты и должны получать их с пищей. Якутские лошади с этим блестяще справляются. Мало того, их организм приспособился так, что в итоге мясо лошадки содержит одинаковое количество кислот омега-3 и омега-6. Это очень сильно снижает риск сердечных заболеваний. Для сравнения, в гамбургере соотношение кислот 1 к 20 в пользу омега-6. Новосибирские физики разработали материалы для суперпамяти нового поколения. Структуры из нитрита и оксида кремния позволяют создавать накопители, которые в сотни раз эффективнее существующих. По сути, флешки, способные практически вечно хранить терабайты информации. Мы расспросили ученых о принципах работы новой памяти на основе соединений кремния, кислорода и азота. Это кремниевая пластина диаметром 200 миллиметров. Вот участок размером 1 сантиметр — это прототип будущей интегральной схемы. Потом она вот так разрезается, запаивается в кристалл. А из тысяч таких кристаллов состоят суперкомпьютеры, которые хранят огромное количество информации. Эксперты оценивают существующий объем интернет-трафика в 40 зетабайт и приводят сравнение. Если за гигабайт принять один кирпичик, то из 40 зетабайтов, это объем трафика интернета, можно построить 260 китайских великих стен. Китайская стена продолжит протяженность 18 тысяч километров, высота около 10 метров, ширина около 10 метров. Оперативная память, которая в наших компьютерах, быстрая, но теряет информацию при отключении источника питания. А флеш-память, энергонезависимая, хранит ее минимум 10 лет. Но для таких систем нужны специальные материалы. Сейчас чаще всего используют оксиды металлов, например, тантала. В Новосибирске решили вернуться к диоксиду кремния. Это материал для обычного стекла. Но если изменить его характеристики, открывается море возможностей. Если в обычном диоксиде кремния это Сио-2, потому что кремний имеет валентность 4, кислород 2, поэтому каждый кремний соседствует с двумя атомами кислорода, то в Сио-Х есть избыточный кремний, либо, можно сказать, недостаток кислорода, вакансии кислорода. И тогда есть вероятность того, что кремний соседствует не только с кислородом, а с другим атомом кремния. Образуются Си-Си-связи, так называемые, которые могут являться ловушками для электронов и дырок, так сказать, что полезно и во флеш-памяти, и в резистивной памяти. Это позволяет менять сопротивление материала в зависимости от мощности электрического заряда. Информацию записывают, просто изменяя напряжение. Такой элемент наноэлектроники называют мемристер от слова «память». Это прототип будущего мемристера. Его свойства исследуют на специальной зондовой станции. Руками брать нельзя, только с пинцетом закладываем, фиксируем и находим контакт. Вот эта иголочка должна попасть в центр окружности. И дальше будем исследовать вольт-амперные характеристики. По сути, такие технологии позволяют создать хранители информации, которые в сотни раз эффективнее сегодняшних флешек. А кроме того, для них не нужна энергия. В перспективе использования в нейронных системах, которые станут работать по принципу человеческого мозга. А мыслимы гораздо эффективнее любой машины. Человеческий мозг вес 1 кг, суперкомпьютер 100 тонн. Мощность, потребляемая мозгом 20 Вт, мощность, потребляемая суперкомпьютером 50 МВт. Новосибирская ГЭС производит энергии 490 МВт. То есть она может отложить всего лишь 10 суперкомпьютеров. В России есть современное производство микросхем в Зеленограде. Там интересуются внедрением результатов, полученных в Институте физики полупроводников. Сибирские ученые тесно взаимодействуют и с университетом на Тайване, в котором имеются современные технологии изготовления мемристеров. Университеты заинтересованы в экспериментах и теоретических исследованиях физиков Академгородка. Возможно, лет через 10 все компьютеры планеты станут больше помнить и тратить меньше энергии. И напоследок биологи из Петербурга выяснили, кошки разговаривают с человеком. Да вы и сами знаете, замечали. Друг друга они чаще обнюхивают и даже при драке не всегда подают голос. Зато при общении с хозяином мяукают и мурлычат. Причем тембр зависит от того, чего хочет от вас животное. Ласки, корма или просто пообщаться. И запоминает, как на вас повлияло это общение. Прислушайтесь. В одинаковых ситуациях они повторяют одинаковые звуки. Мало того, кошки стараются говорить по делу, без лишних эмоций. А вот коты-романтики. У них развито правое полушарие мозга, им подавая больше общения. Мартовские серенады теорию отчасти подтверждают. Хотя это, пожалуй, немного ни при чем. Сколько нам еще открытий чудных, узнаем через неделю. Поговорим, например, об астрокодах Дивонского периода. Это окообразные, которые жили миллионы лет назад. Но сегодня представляют большой интерес для изучения. А на сегодня у меня все. С вами был Сергей Толмачев. Живите по науке. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!